Пожалуй, одним из самых опасных сезонов для обуви является зима. Снежная каша, приправленная дорожными реагентами, не щадит ни гладкую кожу, ни ворсовые модели. Как защитить обувь от негативного воздействия и что делать, если она все-таки пострадала, расскажут наши эксперты Алексей Гассий и Инна Калашникова. Что кожа, что замша – это, грубо говоря, шкура животного. Она также может впитывать и гладкие кожи, они также могут впитывать те же грязи, те же реагенты для того, чтобы ее восстановить. Эту пару также нужно оттуда вначале достать в первую очередь. Защитить обувь от загрязнений и солей могут водоотталкивающие средства – спреи и пропитки. Должна быть замшевая обувь пропитана водоотталкивающими пропитками. В принципе, ничего плохого, даже, может быть, лучшее вы сделаете, если вы приобрели также обувь из гладких кож, пропитали ее вначале, дальше для блеска и еще большего водоотталкивающего каких-то водоотталкивающих свойств вы нанесли крем, располировали его блеской, чтобы вся влага, вся грязь, она отлетала. В зимнее время кожа особенно нуждается в питании. В этом вопросе помогут крема и воски. Помимо сохранения внешнего вида обуви, эти средства также выполняют защитную функцию. Раз там, хотя бы в 3-4 дня просто взять, повертеть в руках, посмотреть, все ли устраивает, все ли чистенько, ну и принимать решение как-то пропитать, увлажнить, располировать, нанести крем. Если удалить простые загрязнения не составит труда, то вот выводить дорожные соли с поверхности куда сложнее. Соли, как правило, на гладких видах кожи – это такие неестественные бугры. И на замшевых видах кожи, на ворсовых, это, как правило, идут белые разводы. Те, кто особо не ухаживает за обувью, они могут не заметить попадания реагентов. А реагенты, когда попадают, они там высыхают, и образуется очень жесткая корка. И в процессе эксплуатации, в местах сгибов, данная корка, она просто ломает кожу. Кожа в тех местах, где накопилась соли, она, как правило, становится очень хрупкая. Она может ломаться. Ломаться. Если она идет еще в местах естественных заломов носочной части, то, как правило, там получаются разрывы, с которыми очень сложно потом что-то сделать, либо там уже будет дорогостоящий ремонт. Они въедаются в замшу, и самостоятельно в домашних условиях их уже, к сожалению, вывести не удается. В профессиональном исполнении очистка обуви от следов дорожных реагентов происходит следующим образом. Для того, чтобы это делать, убрать замшу либо с кожи, нужно сделать обратный процесс к тому, как она туда попала. Соответственно, ее нужно вначале размочить там, либо замшу, либо кожу, естественно, это только химчистками делается. Специальная химия наносится, которая не дает после уже высыхания, после того, как произошла химчистка для выведения реагентов, которая не дает этим реагентам задержаться внутри. После химчистки обувь заворачивают в бумагу, которая поглощает влагу, а вместе с тем и следы реагентов. То, чем посыпают у нас дороги. Если попробовать на язык, это будет соль. Стоит напомнить, что обувь хранить можно только чистой. Хранить обувь на формодержателях, они имеются в продаже, дабы со временем кожа, когда пересыхает, она неизбежно поднимается. Не носить одну и ту же пару обуви несколько дней. Давать ей восстановиться, давать ей просохнуть, отдохнуть. Идеальный вариант будет, если хранится она будет вот этот весь промежуток на формодержателях. После окончания сезона специалисты также советуют сразу тщательно очистить обувь, напитать и только после этого класть на сохранение в формодержателях. В сильные морозы рекомендуем все-таки обувь носить. Теплую обувь зимнюю, конкретно которая предназначена для зимнего периода. Лучше, конечно, если она будет напитана кремом, чтобы перепад температур, который будет на улице и в помещении, не сильно сказался на коже. Обувь с хорошим протектором, с толстой подошвой, которая не застывает на морозе. Поводов заботиться о внешнем виде обуви найдется сразу несколько. Во-первых, ухоженная обувь – это всегда опрятно. Во-вторых, экономно. В-третьих, позволяет разнообразить гардероб. В-четвертых, с любимой и удобной парой не хочется раньше времени расставаться. Ну и, наконец, тенденция разумного потребления, когда мы лишний раз ничего не выбрасываем – это тоже очень актуально.